Выполняя упражнение ассупинатор мы будем возвращаться к этому слову много-много раз. Но на сегодняшний день я хотел бы вам показать как выполнять это упражнение с помощью регулированного блока и с использованием вот такой петли. Обыкновенная прошитая петля, это как раз фирменная петля Игоря Мазуренко. Итак, начинаем выполнять это упражнение. С чего начинаем выполнять это упражнение? Прежде всего от правильного добранного угла атаки до руки. Если хорошенько посмотреть, то угол атаки троса до руки это приблизительно минус 10 градусов вниз. То есть неравномерно несколько опущен минус. Итак, смотрите на выполнение упражнения. Типичное упражнение на супинатор. При этом мы используем только исключительно мысли предплечья. То есть супинирующее движение. При больших весах и при возможности вашей руки вы можете еще подключать естественно мысли широчие. Но во время борьбы как правило самого супинирующего движения может показаться малым. Как правило супинирующее движение хорошо связывать с грудной клеткой. Использовать мысли грудной клетки. Каким образом? Итак, естественно я показал вам изолированное упражнение на супинатор, так как может показаться, что все остальное держит, а мышцы разворота супинации не работают или скажем слабые. Поэтому нужно конечно естественно выполнять изолированное упражнение. Но если вы несколько на локтю опуститесь вниз и потянете ручку таким образом, то вы включаете тем самым грудную клетку. То есть у вас работает грудная клетка с супинатором одновременно. Естественно уставляете с низкой коробоком и это упражнение выполняете таким образом, что вы подключаете еще грудную клетку. При этом конечно мышцы спины практически начинают уходить на задний план. Но меняем угол атаки таким образом, что ваша рука получается практически параллельно в полу. Вставляете эту руку таким образом, что она выходит выже вашего плеча и выполняете это упражнение полностью изолируя мышцы спины и работая больше грудной клеткой, особенно верхней частью. Заметьте, что многие спортсмены, которые порвали себе грудную клетку, не могут выполнять это упражнение. Да, действительно. Если кто-то скажет, что грудная клетка играет маловажную роль в арвестнике, то я вам скажу, что это неправда. Посмотрите на выдающегося спортсмена Андрея Явенкова, который в свое время сорвал мышцы грудной клетки правой стороны. Он больше никогда не боролся на правую руку. Единственное, что он мог делать, так как он сам говорил, это держать своего соперника на бицепсе. Никакого бокового движения, движения, которое привело в его победе, он не мог выполнить. Поэтому он хорошо чувствовал себя и боролся на левую руку, а на правую руку, естественно, не мог ничего сделать. Поэтому вот три элемента, которых я вам показал, это, скажем так, одни из основных, но далеко не последние, но будем еще естественно к этому самому упражнению подходить щепетильно и много раз. То есть это упражнение изолированное. Упражнение несколько, естественно, ниже угла таки с подключением грудной клетки, но при этом рука ваша идет вот к этому плечу. И, естественно, упражнение, которое прежде всего напрягает вашу грудную клетку и супинирующую движение одновременно. Приблизительно силы грудной клетки должны быть равнозначны супинирующему движению. Что же получается во время борьбы, когда ваша грудная клетка слабая или, скажем, одним словом, не держит? Получается вот такое движение. То есть во время борьбы вы уже не можете потянуть на себя руку спортсмена и начинаете ее тянуть или вот сюда, или вот загибать сюда, но не можете потянуть грудной клеткой. Важное очень движение и вы должны подобрать упражнение таким образом, чтобы синхронно у вас была сила клетки и грудной клетки и супинирующего движения. В противном случае, естественно, будут проблемы те, о которых я говорил. А теперь посмотрите еще один элемент. Грудная клетка у вас сильно, а супинирующие движения у вас слабенькое. Вы тогда можете делать вот так, но вы больше сюда вот загнуть не загнете. Это означает то, что всегда вы можете контролировать руку спортсмена, но дотянуть его никогда не дотянете. Это тоже плохо. То есть, еще раз возвращаясь к тому, что супинирующие движения вместе с грудной клеткой практически должны тренироваться одновременно. Если же у вас получилась такая ситуация, что грудная клетка держит, а супинирующего движения нету, естественно, переходим к варианту номер один и начинаем упорно развивать супинирующие движения таким образом, чтобы достичь того уровня, выполнять это упражнение совместно, подключая грудную клетку.